Всем привет! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня мы с вами приготовим капусту брокколи в кляре. Это очень вкусное блюдо, от которого оторваться просто невозможно. Капуста остается очень нежной внутри, но при этом она сверху у нас покрыта очень аппетитной хрустящей корочкой. Это отличный вариант овощной закуски к вашему столу. Давайте готовить! Так, ну вот наша капусточка. Вот видите, она уже у нас тут разделилась. Это все один качанчик был. Ну вот сейчас мы разберем остатки вот этого качана на отдельные соцветия. То есть сейчас так вот разрежем. Можно будет также и поделить вот эти сами соцветия еще напополам, чтобы они как бы более удобные было. Затем обмакивать в кляре и обжаривать. Так, ну и также нам будет необходимо для кляра, соответственно, мука. Здесь идет 6 столовых ложек. Может немножечко побольше потребоваться, так как нам нужно будет кляр довести до консистенции густой сметаны. Укропчик, воды. 9, наверное, да, 9 столовых ложек. 3 яйца. Воду можно заменить на молоко, в принципе, если вы захотите это сделать. Также обычный перчик. Можно использовать смесь перцев. Смесь перцев у нас закончилась, поэтому я буду использовать обычную вот такую вот паприку. Масло для жарки. Ну, в принципе, все. Да, и чуть не забыл. Щепотку соли все-таки нужно будет добавить в кляр. Так, ну вот разобрали все на соцветия. Очень она вкусная, даже вот в сыром виде. Попробовали. Просто замечательная. Можно какие-то, видите, оставлять такие вот побольше. Такие соцветия. В принципе, они будут отваренные. Так-то они приготовятся. Поэтому разобрали. Поставили воду разогреваться. И как только вода закипит, добавим туда соль. И отварим наши вот эти соцветия капусты и брокколи. Где-то около 5 минуток. Может быть, чуть больше. 5-6. В общем, здесь уже будем следить по ситуации. И готовим наш кляр. Разбили в миску 3 яйца. И сейчас совсем-совсем немножко их перемешаем вилочкой. Так, ну вот в течение 1 минутки перемешали. Добавляем соль по вкусу. Буквально-таки 2 щепоточки. Также добавляем паприку. Это у нас сладкий перчик. Совсем-совсем так. В общем, все это добавляем, конечно, по вкусу. И тоже все перемешиваем хорошенечко. Добавили сюда немножко обычного перчика. Следом отправляем сюда воду. Все опять-таки перемешиваем. Совсем-совсем так быстренько перемешали. Сейчас нарежем укроп. Добавляем вот такую вот небольшую горсточку укропа. Все хорошенько опять-таки перемешиваем. И теперь постепенно будем добавлять муку. Муку, конечно, заранее всю просеиваем. Добавили 7 столовых ложек муки. То есть на 1 столовую ложку у меня ушло больше. Теперь мы отставляем наш кляр в сторонку, чтобы у нас разошлась в муке клейковина. Если немного он станет слишком густоват, тогда добавим воду. В общем, из каждой ситуации можно найти выход. Вода у нас начинает закипать. Удобно брать именно кастрюлю побольше. Потому что капусты достаточно много. Гораздо удобнее ее отваривать в такой вот широкой кастрюле. Итак, вода наша очень хорошо закипела. И теперь мы по одному добавляем в соцветие капусты брокколи. Так, ну вот всю капусту мы уложили. Теперь ждем, пока все это масса закипит. И уже в кипящей воде отвариваем где-то от 3 до 5-6 минут. И в нашу, в эту воду также мы добавляем, наверное, чуть больше половинки чайной ложки соли. То есть отвариваем капусту в такой подсоленой воде. Накрываем кастрюлю крышкой и ждем где-то около 5 минут. Самое главное, конечно, нам капусту нашу не переварить. Чтобы она у нас такая была еще крепенькая. 3 минутки прошло. Сейчас я уже буду ее вытаскивать. Так, и сразу же будем перекладывать ее в холодную воду. Прямо в ледяную воду. Чтобы она у нас остыла. В общем, ждем где-то 3-4 минутки. Это такой как бы лучший вариант. Именно после момента закипания. Итак, достали нашу капусту из холодной воды. Даем стечь лишней влаги. Немножко ей подсохнуть. Разогреваем в сковороде растительное масло. В общем, чем больше добавим масла, тем капуста наша будет пышнее. И приготовили наш кляр. Вот видите, такой он консистенции густой сметаны. В общем, сейчас будем поочередно обмакивать капусту в кляр и выкладывать на нашу сковородку. Выложили нашу капусту. И сейчас будем обжаривать сначала с одной стороны. Ну, как первая сторона подрумянится, перевернем на другую. Ну, вот перевернули на вторую сторону. И уже теперь обжариваем до готовности. Так, ну вот достали нашу первую капусточку. Конечно, очень она ароматная. Такая стоит вкусненькая. Такая вот получается. Главное, слишком не забивайте кляр мукой. Он может показаться даже вам немножко жидковатым. Но вот как бы лучше этого не делать. Ну, уже мы отправили вторую партию жариться. Поэтому всем советую, конечно, приготовить данное блюдо. Ну, вот такая вот у нас вкуснотища получилась. Всего один качанчик капусты, брокколи. И вот такая целая горочка. Вкусная и аппетитная. Ну, а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.